Первая книга Маковейская, глава первая. После того, как Александр, сын Филиппа, македонянин, который вышел из земли Китим, поразил Дария, царя Персидского и Медийского, и воцарился вместо него прежде над Илладою, он произвел много войн и овладел многими укрепленными местами и убивал царей земли, и прошел до пределов земли, и взял добычу от множества народов, и умолкла земля перед ним, и он возвысился, и вознеслось сердце его. Он собрал весьма сильное войско и господствовал над областями и народами и властителями, и они сделались его данниками. После того он слег в постель и почувствовал, что умирает. Призвал знатных и слуг своих, которые были воспитаны с ним от юности, и разделил им свое царство еще при жизни своей. «Александр царствовал двенадцать лет и умер. И владычествовали слуги его, каждый в своем месте. И по смерти его все они возложили на себя венцы, а после них и сыновья их в течение многих лет и умножили зло на земле. И вышел от них корень греха Антиох Епифан, сын царя Антиоха, который был заложником в Риме, и воссорился в сто тридцать седьмом году царства Эллинского. «В те дни вышли из Ерехона сыны беззаконные и убеждали многих, говоря, пойдем и заключим союз с народами, окружающими нас. Ибо с тех пор, как мы отделились от них, послигли нас многие бедствия. И добрым показалось это слово в глазах их. Некоторые из народа изъявили желание и отправились к царю, и он дал им право исполнять установления языческие. Они построили в Иерусалиме училище по обычаю языческому и установили у себя необрезание и отступили от святого завета и соединились с язычниками и продались, чтобы делать зло. Когда Антиох увидел, что царство укрепилось, предпринял воцариться над Египтом, чтобы царствовать над двумя царствами. И вошел он в Египет с сильным ополчением, с колесницами, слонами и всадниками, множеством кораблей. И вступил в сражение с Птоломеем царем египетским. И убоялся Птоломея от лица его и обратился в бегство, и много пало раненых. И овладели они укрепленными городами в земле египетской. И взял он добычу из земли египетской. После поражения Египта Антиох возвратился в 143 году и пошел против Израиля. И вступил в Иерусалим с сильным ополчением. Вошел во святилище с надменностью и взял золотой жертвенник, светильник и все сосуды его. И трапезу предложения, и возлеяльники, и чаши, и кадильницы золотые, и завесу, и венцы, и золотое украшение, бывшее снаружи храма. И все обобрал. Взял и серебро, и золото, и драгоценные сосуды. И взял скрытые сокровища, какие отыскал. И взяв все, отправился в землю свою. И совершил убийство. И говорил с великою надменностью. Посему был великий плащ в Израиле во всех местах его. Стенали начальники и старейшины, изнемогали девы и юноши, и изменилась красота женская. Всякий жених предавался плачу, и сидящая в брачном чертоге была в скорби. Вострепетала земля за обитающих на ней, и весь дом Иакова облегся стыдом. По прошествии двух лет послал царь начальника податей в города Иуды. И он пришел в Иерусалим с большой толпою. Коварный говорил им слова мира, и они поверили ему. Но он внезапно напал на город, и поразил его великим поражением, погубил множество народа израильского. Взял добычи из города, и сожег его огнем, и разрушил домы его и стены его кругом. И увели в плен жены детей, и овладели скотом. Оградили город Давыдов большой и крепкой стеной, и крепкими башнями, и сделался он для них крепостью. И поместили там народ нечестивый, людей беззаконных, и они укрепились в ней. Запаслись оружием и продовольствием, и собрав добычи иерусалимские, сложили там, и сделались большой сетью. И было это постоянной засадой для святилища и злым дьяволом для Израиля. Они проливали невинную кровь вокруг святилища, и оскверняли святилища. Жители же Иерусалима разбежались ради них, и он взялся жилищем чужих и стал чужим для своего рода, и дети его оставили его. Святилище его запустело, как пустыня. Праздники его обратились в плач, субботы его в поношение, честь его в уничижение. По мере славы его увеличилось бесчестие его, и высота его обратилась в печаль. Царинь Теох написал всему царству своему, чтобы все были одним народом, и чтобы каждый оставил свой закон, и согласились все народы по слову царя. И многие из Израиля приняли и до заслужения его, и принесли жертвы идолам, и осквернили субботу. Царь послал через вестников грамоты Верусалима в города иудейские, чтобы они следовали узаконениям, чужим для сей земли, и чтобы не напускались сожжения и жертвоприношения и возлияния и святилища, чтобы ругались над субботами и праздниками, и оскверняли святилища и святых, чтобы строили жертвенники храма и капища идольские, и приносили в жертву свиные мяса и скотов нечистых. И оставляли сыновей своих необрезанными, и оскверняли души их всякой нечистотой и мерзостью, для того, чтобы забыли закон и изменили все постановления. А если кто не сделает по слову царя, да будет предан смерти. Согласно этому писал он всему царству своему, и поставил надзирателей над всем народом, и повелел городам иудейским приносить жертву во всяком городе. И собрались к ним многие из народа, все которые оставили закон и совершили зло в земле, и заставили Израиля укрываться во всяком убежище его. В пятнадцатый день Хаслева 145 года устроили на жертвенники мерзость запустения, и в городах иудейских вокруг построили жертвенники. И перед дверями домов и на улицах совершали курение. И книги закона, какие находили, разрывали и сожигали огнем. У кого находили книгу завета, и кто держался закона, того по повелению царя предавали смерти. С таким насилием поступали они с израильтянами, приходившими каждый месяц в города. И в двадцать пятый день месяца, принося жертвы на жертвенники, который был над алтарем. Они по данному повелению убивали жён, обрезавших детей своих. А младенцев вешали за шеи их, да мы их расхищали, и совершавших над ними обрезания, убивали. Но многие в Израиле остались твердыми и укрепились, чтобы не есть нечистого, и предпочли умереть, чтобы не оскверниться пищей, и не поругать святого завета. И умирали. И был весьма великий гнев над Израилем. 1 Маковейская, глава 2. В те дни восстал Матафия, сын Иоанна, сына Симеонова, священника из сынов Иоарива из Иерусалима. Жил он в Мадине. У него было пять сыновей Иоанн, прозываемый Гаддис, Симон, называемый Фасси, Иода, прозываемый Маковей, Илиазар, прозываемый Аварин, Иоаннафан, прозываемый Апфус. В виде богохольства, происходившей в Иудее и Иерусалиме, он сказал «Горе мне! Для чего родился я вид, разорение народа моего и разорение святого города, и оставаться здесь, когда он предан в руки врагов, и святилище в руки чужих». Храм его сделался как муж бесславный. Драгоценные сосуды его унесены в плен, младенцы его избиты на улицах, юноши его пали от меча врага. Какой народ не занимал царство его и не владевал добычами его? Все украшения его отнято, и свободного он сделался рабом. И вот святыни наши, и благолепие наши, и слава наша опустили, и язычники осквернили их. «Для чего нам еще жить?» И разодрал Матафий и сыновья его одежды свои, и облегшись во вретище, и горько плакали. И пришли от царя в город Мадин, принуждавшие к отступничеству, чтобы приносить жертвы. И многие из Израиля пристали к ним, а Матафий и сыновья его устояли. И отвечали пришедшие от царя, и сказали Матафий, «Ты вождь, ты славен и велик в этом городе, и имеешь опору в сыновьях и братьях. Итак, приступи теперь первый, и исполни повеление царя, как сделали это все народы и мужи иудейские, и оставшиеся в Иерусалиме. И будешь ты и дом, в том числе друзей царских, и ты и сыновья твои будете почтены серебром и золотом, и многими дарами». И отвечал Матафий и сказал громким голосом, «Если все народы и области царства царя послушает его и отступит каждый от богослужения отцов своих, и согласится на повеление его, то я и сыновья мои, и братья мои будем поступать по завету отцов наших. Помилуй нас, Бог, чтобы оставить законы постановления. Не послушаем мы слов царя, чтобы отступить нам от нашего богослужения вправо или влево. Когда перестал он говорить эти слова, подошел муж иудеянин перед глазами всех, чтобы принести по повелению царя идольскую жертву на жертвенники, который был в Мадине. Увидев это, Матафий возревновал, и затрепетала внутренность его, и воспламенилась ярость его по законе, и он, подбежав, убил его при жертвеннике, и в то же время убил мужа царского, принуждавшего приносить жертву, и разрушил жертвенник. И возревновал он по законе, как это сделал Финеес с Замбрием, сыном Солома. И воскликла Матафия в городе громким голосом, «Всякий, кто ревнует по законе и стоит в завете, да идет вслед за мною!» И убежал сам и сыновья его в горы, оставив все, что имели в городе. Тогда многие преданные правде и закону ушли в пустыню и оставались там. Сами и сыновья их, и жены их, и скоты их, потому что умножились беды над ними. И возвещено было мужам царским и войску, находившемуся в Иерусалиме, в городе Давыдовом, что некоторые мужи, нарушив царское повеление, ушли в сокровенные места в пустыне. И погнали за ними многие, и, настигнув их, ополчились, и выстроились к сражению против них в день субботний. И сказали им, «Теперь еще можно! Выходите и сделайте по слову царя, и останетесь живы!» Но они отвечали, «Не выйдем и не сделаем по слову царя! Не оскверним дня субботнего!» Тогда поспешили начать сражение против них. Но они не отвечали им, «Не даже камни не бросили на них, не заградили тайных убежищ своих!» И сказали, «Мы все умрем в невинности нашей! Небо и земля свидетели за нас, что вы несправедливо губите нас!» Нападали на них по субботам. И умерло их и жен, их и детей, их со скотом, их до тысячи душ. Когда узнал о том Матафе и друзья его, горько плакали о них. И говорили друг другу, «Если все мы будем поступать так, как поступали эти братья наши, и не будем сражаться с язычниками за жизнь нашу и постановления наши, то они скоро истребят нас с земли». И решили они в тот день и сказали, «Кто бы ни пошел на войну против нас в день субботний, будем сражаться против него, дабы нам не умереть всем, как умерли братья наши в тайных убежищах». Тогда собрались к ним множество иудеев, крепкие силы из Израиля, все верные закону. И все бежавшие от бедствия присоединились к ним и сделались подкреплением для них. Так составили они войско и поражали в гневе в своем нечестивых и в ярости своей мужей беззаконных, а остальные же бежали для спасения к язычникам. И обходил вокруг Матафи и друзья его, и разрушали жертвенники. И небоязненно обрезали необрезанных детей, сколько находили в пределах израильских. И преследовали сынов гордыни, и дело успешно шло в руках их. Так защищали они закон от руки язычников и от руки царей, и не дали восторжествовать грешнику. Приблизились дни смерти Матафи, и он сказал сыновьям своим, ныне усилилась гордость и испытания. Ныне время переворота и гнев ярости. И так, дети, возревнуйте о законе и отдайте жизнь вашу за завет отцов наших. Вспомните о делах отцов наших, которые они совершили во времена свои. И вы приобретете великую славу и вечное имя. Авраам, не в искушении ли, найден был верным. И это вменилось ему в праведность. Иосиф в стесненном положении своем сохранил заповедь и сделался господином Египта. Финиес, отец наш, за то, что возревновал ревностью, получил завет вечного священства. Иисус за исполнение слова сделался судьей над Израилем. Халев за свидетельство перед собранием получил в наследие землю. Давид за свое милосердие наследовал престол царства навеки. Илия за великую ревность по законе взят даже на небо. Анани, Азарь и Месаил верою спаслись от пламени. Даниил за свою невинность избавлен от челюстей львов. Итак, припоминайте от рода до рода, что все, надеющиеся на него, не изнемогут. Не убойте слов мужа грешного, ибо слава его обратится в навоз и в червей. Сегодня он превозносится, а завтра не найдут его. Ибо он обратился в прах свой, и замысел его погиб. Но вы, дети мои, крепитесь и мужественно стойте в законе, ибо через него вы прославитесь. Вот Симеон, брат ваш, знаю, что он муж совета. Слушайтесь его во все дни. Он будет вам вместо отца. А Иуда Маковей крепкий силой от юности своей, да будет у вас начальником войска, и будет вести войну с народами. Итак, соберите к себе всех исполнителей закона, и отмщайте за обиды народа вашего. Воздайте воздаяние язычников, и будьте внимательны к повелениям закона. И благословил их, и приложился к отцам своим. Умер же он на сто сорок шестом году. И сыновья его похоронили его в гробе отцов своих в Мадине. И весь Израиль оплакил его горьким плачем. 1 Маковейская, глава 3. И восстал вместо него Иуда, называемый Маковей, сын его. И помогали ему все братья его и все, которые были перевержены к отцу его, и вели войну Израиля с радостью. Он распространил славу народа своего. Он облекался броней, как исполин, опоясывался воинскими доспехами своими и вел войну, защищая ополчение мечом. Он уподоблялся льву в делах своих, и был как скимин, рыкающий на добычу. Он преследовал беззаконных, отыскивая их, и возмущающих народ его сожигал. И смирились беззаконно и страха пред ним. И все делатели беззакония смутились пред ним. И благоуспешно было спасение рукой его. Он огорчил многих царей и возвеселил Иакова делами своими. И память его до века благословения. Прошел по городам Иудеи и истребил в ней нечестивых и отвратил гнев от Израиля. И сделался именитым до последних пределов земли и собрал погибавших. Тогда Аполлоний собрал язычников и из Самарии многочисленное войско, чтобы воевать против Израиля. Иуда узнав о том, и вышел к нему навстречу, и поразил и убил его. И много пало пораженных, а остальные убежали. И взял Иуда добычу их, и взял меч Аполлония, и сражался им во все дни. И услышал Сирон, военачальник Сирии, что Иуда собрал вокруг себя людей и сону верных, выступающих с ним на войну. И сказал, сделаю себе имя и прославлюсь в царстве, и сражусь с Иудой и с теми, которые вместе с ним, и которые презирают слово царское. И решился он идти, и пошло с ним сильное полщище нечестивых помогать ему и сделать отмщение на сынах Израиля. Когда они приблизились к возвышенности Вифарона, Иуда вышел к ним навстречу с очень немногими, которые, когда увидели идущее навстречу им войско, сказали Иуде, как можем мы в таком малом числе сражаться против такого сильного множества? И мы же ослабели, еще не евши ныне. Но Иуда сказал им, легко и многим попасть в руки немногих, И у Бога Небесного нет различия многими или спасти, или немногими. Ибо не от множества войска бывает победа на войне, но с неба приходит сила. Они идут против нас во множестве надменностей, нечестия, чтобы истребить нас и жен наших и детей наших, чтобы ограбить нас. А мы сражаемся за души наши и законы наши. Он сам сокрушит их перед лицом нашим. Вы же не страшитесь их. Перестав говорить, он внезапно бросился на них, и поражен был Сирон и войско его перед ним. И они преследовали его по спуску Вифарона до самой равнины, и пало из них до восьмисот мужей. Прочие уже убежали в землю филистинскую. И начал страх перед Иудою и братьями его, и боязнь нападать на всех окрестных язычников. Дошло и до царя имя его, и все народы рассказывали о битвах Иуды. Когда заушлышал эти речи царь Антиох, то воспылал гневом и послал, собрал все силы царства своего весьма сильное ополчение, и открыл казнохранилище свое и выдал войскам своим годовое жалование, и приказал им быть готовыми на всякую надобность. Но увидел, что истощилось серебро в казнохранилищах, а подати страны скудны по причине волнения и разорения, которое он произвел в земле той, уничтожая законы, существовавшие от дней древних. И начал он опасаться, что у него не достанет, разве только на раз или два, на издержки и подарки, которые прежде раздавал щедрой рукой и произошел в том прежних царей. Сильно озабоченный в душе своей, он решился идти в Персию и взять подати со страны, собрать побольше серебра. А дела царские от реки Ефрата до пределов Египта предоставил Лисию, человеку знаменитому, происходившему от рода царского. Также воспитание сына своего Антиоха до его возвращения. И передал ему половину войска и слонов, дав ему приказание о всем, чего хотел и о жителях Иудеи Иерусалима, чтобы он послал против них войско сокрушить и уничтожить могущество Израиля и остаток Иерусалима, и истребить память их от места того, и поселить во всех пределах их сынов и наплеменных, и разделить по жребию землю их. Царь же взял остальную половину войска и отправился из Антиохии, престольного города своего, в 147 году, и, перейдя реку Ефрат, прошел верхние страны. Лисий избрал Птоломея, сына Дарименова, и Никанора, и Горгия, мужей сильных, из друзей царя, и послал с ними сорок тысяч мужей и семь тысяч всадников, чтобы идти в землю иудейскую и разорить ее по слову царя. Они отправились со всем войском своим и придя расположились на равнении близи Маума. Купцы этой страны услышали имя их и, взяв весьма много серебра и золота и слух, пришли в стан покупать сынов Израиля в рабы. К ним присоединилось и войско Сирии и земли иноплеменных. Увидел Иуда и братья его, что умножились бедствия, и войска расположились станом в пределах их. Узнали о повелении царя, который он приказал исполнить над народом, к погублению и истреблению его. И говорили каждый ближнему своему, «Восставим низверженный народ наш, и сразимся за народ наш и за святыню». И собрался сон, чтобы быть готовыми к войне, и помолиться, и спросить милости и сожаления. Иерусалим был необитаем, как пустыня. Не было ни входящего него, ни выходящего из него. Из народных жителей его святилище было направо, и сыновья попрано, и сыновья инородные были в крепости его. Он стал жилищем язычников, и отнято висели у Иакова, и неслышно стало свирели и цитры. И так они собрались и пошли в массиву напротив Иерусалима, ибо место молитвы у израильтян было прежде в массиве. И постились в этот день, и возложили на себя вретище, и пепел на головы свои, и разодрали одежды свои, раскрыли книгу закона из тех, которые язычники отыскивали, чтобы сделать из них изображение своих идолов. И принесли священнические облачения, и первородных, и десятины, и созвали назареев, исполнивших дни свои, и громко возопили к небу, что нам делать с ними, и куда отвести их. Святилище твое попрано и осквернено, и священники твои в скорби и уничижении. И вот собрали против нас язычники, чтобы истребить нас. Ты знаешь, что умышляют они против нас. Итак, можем мы устоять перед лицом их, если ты не поможешь нам? И вострубили трубами, и воскликнули громким голосом. После всего Иуда поставил вождей для народа, тысячи начальников, сто начальников, пятидесяти начальников и десяти начальников. И сказал им, которые строили дома, обручились с женами, насадили виноградники и людям боязливым, чтобы каждый из них по закону возвратился в свой дом. Тогда двинулось ополчение и расположилось станом на юге от Эмаума. И сказал Иуда, опояштесь и будьте мужественны, и готовы к утру сразиться с этими язычниками, которые собрались против нас, чтобы погубить нас и святыню нашу. Ибо лучше нам умереть в сражении, нежели видеть бедствие нашего народа и святыни. А какая будет воля на небе, так да сотворит. И взял Горький пять тысяч мужей и тысячи отборных всадников, и двинулось ополчение ночью, чтобы напасть на ополчение иудеев и поразить их внезапно. А жившие в крепости служили ему проводниками. И услышал Иуда, и выступил сам их храбрые мужи, чтобы поразить войско царя в Эмауме, доколе силы неприятельские были еще в отдаленности от стана. И пришел Горький в стан Иуды ночью, и никого не нашел, и искал их по горам, ибо говорил, они бегут от нас. Но с рассветом дня Иуда явился на равнине с тремя тысячами мужей, но они не имели ни щитов, ни мечей, как того желали. Когда увидели они крепкое и вооруженное ополчение язычников и окружающие его конницу, обученных для войны, Иуда сказал бывшим с ним мужам, не бойтесь множества их и не страшитесь нападения их. Вспомните, как спасены были отцы наши в Черном море, когда фараон преследовал их с войском. И ныне возопьем на небо, может быть, он умилосердится над нами, воспомянув завет с отцами нашими, и сокрушит ныне это ополчение перед лицом нашим. И все язычники познают, что есть избавляющие и спасающие Израиля. И наплеменники, подняв глаза свои, увидели, что идут против них, и вышли из Стана на сражение, а бывшие Сиуды их затрубили. И сошлись, и разбиты были язычники, и побежали на равнину. А все остальные пали от меча и преследовали их до Газеры, и до равнин, и Думеи, и Азоты, и Амнии, и пали из них до трех тысяч мужей. И возвратился Иуда и войска его от преследования их, и сказал народу, «Не бросайтесь на добычу, ибо война еще предстоит нам. Горги и войска его на горе близ нас. Станьте теперь против врагов наших и сражайтесь с ними, а после смело возьмете добычу». Когда еще говорил это Иуда, показалась некоторая толпа, выступавшая с горы. И увидел он, что их обратили в бегство и жгут лагерь, ибо поднимавшийся дым показывал, что произошло. Когда они увидели это, очень испугались. Увидев же и войска Иуды на равнине, готовое сражение, все побежали в землю иноплеменников. Тогда Иуда обратился на добычу стана, и захватили много золота и серебра, гиацинтовых и багряных одежд, и великое богатство. И возвращаясь, воспевали и благословляли Господа Небесного, потому что Он благ, и что вовек милость Его. И было в тот день великое спасение Израилю. Уцелевшие же из иноплеменников пришли к Лисе и возвестили о всем случившемся. Он, услышав, уныл и опечалился, что не то случилось с Израилем, чего он хотел, и не то вышло, что повелел ему царь. И на следующий год Лисий собрал 60 тысяч избранных мужей и 5 тысяч всадников, чтобы победить их. И пришли они в Иудею и расположились с Таном в Евсурах, а Иуда встретил их с десятью тысячами мужей. Увидев сильное ополчение, он молился и говорил, «Благословен ты, спаситель Израиля, сокрушивший нападение сильной рукой у раба твоего Давида, и предавший полк иноплеменников в руки Анафана, сына Саулова и оруженосца его. Придай войско сие в руки народа твоего Израиля, и да будут они постыжены в силе иконницы их. Наведи на них страх, и сокруши дерзость силы их, да будут они потрясены поражением своим. Не изложи их мечом любящих тебя, и да прославят тебя в песнях все знающие имя твое». И сразились они. И пало из войска Лисия до пяти тысяч мужей пали перед ними. Лисий, увидев бегство войска своего и храбрость воина Виуды, и что они готовы лежить или умереть отважно, отправился в Антиохию, набрал чужеземцев и, увеличив бывшее войско, думал снова идти в Иудею. Иуда же и братья его сказали, «Вот, враги наши сокрушены, взойдем очистить и обновить святилище». И собрались все ополчение и взошли на гору Сион. И увидели, что святилище опустошено, жертвенник осквернен, ворота сожжены. И в притворах, как в лесу или на какой-либо горе, поросли растения и хранилища разрушены. И разодрали они одежды свои, плакали горьким плащем и сыпали пепел на свои головы, и падали лицом на землю, и трубили вестовыми трубами, и вопили к небу. Тогда отрядил Иуда мужей воевать против находившихся в крепости, доколе он очистит святилище. И избрал священников беспорочных, ревнителей закона. Они очистили святилище, а скверненные камни вынесли в нечистое место. Потом они рассуждали об оскверненном жертвеннике всесожжения, как поступить с ним. И пришла им добрая мысль разрушить его, чтобы он когда-нибудь не послужил ему в поношение, так как язычники осквернили его, и разрушили они жертвенник. И камни сложили на горе храма в приличном месте, пока придет пророк и даст ответ о них. Взяли камни целые по закону и построили новый жертвенник по-прежнему. Потом устроили святыни и внутренние части храма и осветили притворы. Устроили новую священную утварь и внесли в храм свящник и алтарь всесожжений и фимиамов и трапезу. И воскурили на алтаре фимиам, и зажгли светильники на свящнике, и осветили храм. И положили на трапезу хлебы, и развесили завесы, и окончили все дела, которые предприняли. В 25-й день 9-го месяца, это месяц Хас-Лев, 148-го года, встали весьма рано и принесли жертву по закону на новоустроенном жертвеннике всесожжений. В то время, в тот самый день, в который язычники осквернили жертвенника, обновлен он с песнями, с цитрами, гуслями и кимвалами. И весь народ падал на лесо свое, и молились, и высылали благодарение на небо, благо поспешившему им. Так совершали обновление жертвенника восемь дней с весельем, принося все сожжения и вознося жертву спасения и хвалы. И украсили переднюю сторону храма золотыми венцами и щитами, и возобновили ворота и хранилища, и сделали для них двери. И была весьма великая радость в народе, отвращено было поношение язычников. И установил Иуда и братья его и все собрание Израиля, чтобы дни обновления жертвенника празднуемые были с весельем и радостью в свое время. Каждый год восемь дней, а двадцатого дня месяца Хаслева. В то же время обстроили гору Сион вокруг высокими стенами и крепкими башнями, чтобы язычники, придя когда-нибудь, не попрали их, как сделали это прежде. И расположил там Иуда войско, стеречь гору, и укрепили для охранения ее Вевсуру, чтобы народ имел крепость против Идумея. Первая Маковейская, глава пятая. Когда окрестные народы услышали, что построен жертвенник и возобновлено святилище, как прежде, сильно вознегодовали. И решились истребить роды Иакова, жившие среди них, и начали убивать и истреблять людей в этом народе. Тогда Иуда ополчился против сынов Исава и Ведумея во крови, так что они держали в осаде Израиля, и поразил их великим поражением, и смирил их, и взял добычей их. Вспомнил он и о злобе сынов Виана, которые были для народа сетью и притыканием, строя ему засады на дорогах. Хотя они заперлись от него в башнях, но он ополчился против них, предал их заклятию и сожег огнем башни их со всеми бывшими в них. Потом он перешел к сынам Аммона и встретил сильные войска и многочисленный народ, и Тимофея, предводителя их. Он имел с ними много сражений, и они были разбиты перед лицом его, он поразил их. Взял Язер из селения его и возвратился в Иудею. Тогда собрались язычники, жившие в Галааде, против израильтян, находившихся в пределах, чтобы истребить их. Но они бежали в крепость до Фэму и послали письма к Иудею и братьям его и сказали, собрались против нас окружающие нас язычники, чтобы истребить нас, и готовятся идти и сделать нападение на крепость, в которой мы убежали. И Тимофей предводительствует войсками их. Итак, приди и избавим нас от руки их, ибо множество из нас погибло, и все братья наши, бывшие в пределах Това, преданы смерти. А жен их и детей их имущество взяли в плен и погубили там около тысячи мужей. Еще читались эти письма, как вот, пришли другие вестники из Галилеи в разодранных одеждах с таким извещением. Собрались против нас из Птолемаиды, из Тиры, из Сидона и из всей Галилеи языческой, чтобы погубить нас. Когда услышал эти слова Иуда и народ, то собралось великое собрание для совещания, что сделать для сих братьев, находящихся в бедствии, и угрожаемых войною от тех язычников. Тогда Иуда сказал Симеону, брату своему, выбери себе мужей и иди и защити братьев твоих, находившихся в Галилее. А я, Иоаннафан, брат мой, пойдем в Галат. И оставил он Иосифа, сына Захария и Азарию, начальниками над народом, с остатком войска в Иудее на хранение. И дал им повеление, сказав, управляйте народом, Сим, но не начинайте войны против язычников до нашего возвращения. Симону, отделенный для похода в Галилею, три тысячи мужей, Иуде же в Галат, восемь тысяч мужей, и отправился Симону в Галилею и произвел много сражений с язычниками, и разбиты им язычники. Он преследовал их до ворот Птолемаиды, и пало из язычников до трех тысяч мужей, и он взял добычу их. Также взял он с собой, находившихся в Галилее, в Орватах иудеев, с женами и детьми, и со всем имением их, и привел иудеев с великою радостью. А Иуда Макове и Анафан, брат его, перешли Ордан и совершили трехдневный путь в пустыне. Их встретили на Буфее, и приняли мирно, и рассказали им все случившееся с братьями и в Галааде, и что многие из них заперты в Васаре и Васоре, в Алемах, Хосфоре, Македе и Карнаине. Все сии города укреплены и велики, и в прочих городах Галаада находятся в Осаде, и что завтра назначено напасть на эти укрепления и взять их и погубить всех их в один день. Посему Иуда со своим войском вдруг направил путь свой в пустыню, к Васору, и взял этот город, и сбил весь мужеский пол острием меча, и взял все добычи их и сожег его огнем. А оттуда отправился ночью и шел до укрепления. Когда наступило утро, и подняли глаза, и вот народ многочисленный, которому числа не было, поднимают лестницы и машины, чтобы взять укрепление и осаждать бывших в нем. Потом увидел Иуда, что началась битва, и вопль города восходил на небо трубами и громким криком, и сказал воинам, сражайтесь теперь за братьев ваших. Он обошел врагов с тыла, с тремя отрядами, и затрубили трубами, воскликнули с молитвой. И узнала войско Тимофея, что это маковей, и побежали от лица его, и он поразил их великим поражением, и пала из них в этот день до восьми тысяч мужей. Тогда поворотил он в маску, и осадил и взял ее, и сбил весь мужеский пол в ней, взял в добычу ее и сожег ее огнем. Отправившись оттуда, он взял с Хасфон, Макет, Васор и прочие города Галатские. После этих событий Тимофей собрал другое войско, расположился станом перед Рафоном по ту сторону потока. И послал Иуда осмотреть войско, и объявили ему, и сказали, собрались к ним все окружающие нас язычники, сила весьма многочисленная. И они наняли в помощь себя Рафитян, и расположились станом за потоком, будучи готовы идти против тебя войною. И пошел Иуда навстречу им. Тогда Тимофей сказал своим военачальникам, когда Иуда и войско его приближались к потоку воды, «Если он перейдет к нам прежде, то мы не в силах будем устоять против него, ибо он превозможит нас. Если же он убоится и расположится станом по ту сторону потока, то мы перейдем к нему и превозможим его». Как только подошел Иуда к потоку воды, то поставил при потоке народных песцов и приказал им, сказав, «Не оставляйте ни одного человека в стане, но пусть все идут на сражение». И переправился к ним первый, и весь народ за ним. И сокрушены были перед лицом его все язычники, и бросили оружие свое, и убежали в капище, которое было в Карнаине. Тогда взяли они этот город и сожгли огнем капище со всеми находившимися в нем. И побежден был Карнаин, и не мог более противостоять Иуде. И собрал Иуда всех израильтян, находившиеся в Галааде, от малого до большого, и женных, и детей, и их имения, очень большое ополчение, чтобы идти в землю иудейскую. И дошли они до Ефрона. Это был большой город, весьма укрепленный на пути. Невозможно было уклониться от него ни вправо, ни влево, надо было бы пройти посреди него. А жители заперлись в нем, и ворота завалили камнями. Иуда послал к ним с мирным предложением. Мы пройдем по земле вашей, чтобы идти нам в землю нашу. И никто не обидит вас, только ногами нашими пройдем. Но они не захотели отворить ему. Тогда Иуда приказал объявить в ополчении, чтобы каждый ополчился на своем месте. И ополчились воины, и осаждали город весь тот день, и всю ночь издался город в руки его. И побил он весь мужеский пол острием меча, и до основания разрушил город, и взял добычу его, и прошел через город по убитым. И переправилища Диордан на великую равнину против Вевсана. И собирал Иуда отставших, и ободрял народ в продолжении всего пути, доколе не пришли в землю иудейскую. И зашли на гору Сион с весельем и радостью. И принесли все сожжения, потому что никто не пал из них до самого возвращения в мире. В те дни, когда Иуда и Иоанна Фан находились в Галааде, а Симон, брат его, в Галилее перед Птолемаидою, услышали Иосиф, сын Захария и Азарева и начальники, о славных воинских подвигах, совершенных ими, и сказали, сделаем мы себе имя, пойдем воевать с язычниками, окружающими нас. Так объявили они бывшему при них войску, и пошли на Иоаннию. И вышел Горгий из города и воин его навстречу им на сражение. И обратившись в бегство, Иосиф и Азария были преследуемы до пределов Иудеи. И пали в этот день из народа израильского до двух тысяч мужей. И было великое замешательство в народе израильском, потому что не послушались иуды и братьев его, мечтая показать храбрость, тогда как они не были от семени тех мужей, в руке которых предоставлено спасение Израиля. Но муж Иуда и братьев весьма прославились перед всем Израилем и перед всеми народами, где только слышно было имя их. И собирались к ним приветствующие. После того вышел Иуда и братья его, и воевали против сынов Исава в земле, лежащей к югу, и поразил Хеврон и селение его, и разрушил укрепление его, и сожег башни его вокруг него. И поднялся, чтобы идти в землю иноплеменников, и прошел Самарию. В то время пали в сражения священники, желавшие прославиться храбростью и безрассудно вышедшие на войну. И обратился Иуда в Азот, землю иноплеменников, разрушил жертвенники их, сожег огнем грязные изображения богов их, взял добычи городов и возвратился в землю иудейскую.